Следующий этап, ведение плеча стоя. Я люблю делать его с гантелями. Причем стоя с хорошими весами, потому что я считаю, что такое упражнение, как махи, оно как раз и дает глубину мышцам, проработку. То есть, если есть возможность работать с хорошими весами, с большими отягощениями. Именно в этом упражнении я максимально чувствую гантель. Что касается жимов, да, тяжело, да, есть нагрузка, но нет этого жжения, нет этой проработки, нет этого пампа, которого я чувствую именно на отведении плеча стоя с гантелями. Ну, работаю я здесь с такими средними сегодня отягощениями. Поэтому, ну, начнем с 18, с 18 килограмм. То есть, на мой взгляд, как я рекомендую, еще и тренером, у нас, персональным тренером, на мой взгляд, вот в тренировке Дельф самым сложным как раз таки технически является именно это упражнение, то есть отведение плеча стоя. Столько вариаций, нет ни у одного упражнения. То есть каждый делаем как можно. На самом деле, ну, я покажусь с небольшим весом, чтобы максимально правильно показать технику. В идеале, конечно, упражнение выполняется таким образом, чтобы плечо у нас было в плоскости с корпусом. Движение начинается, как бы, не кистью, а именно в локоть. В локоть отводим до параллели с полом, стараемся максимально сохранить корпус перпендикулярно полу, кисть ровно, не наклоняемся вперед, максимально исключаем читинг. Вообще, я рекомендовал бы на начальных этапах, то есть обучении этого упражнения делать его сидя, чтобы исключить спину, исключить разгибатели спины, исключить ноги. То есть, многие вообще, техника, конечно, в этом упражнении очень важна. То есть, вот на мой взгляд, вообще, никогда не стоит жертвовать техникой ради веса. То есть, веса в любом случае придут, но есть два варианта. Либо они придут быстрее, но с ужасной техникой и с проработкой всех мышц, за исключением целевой. Либо они придут постепенно, чуть медленнее, но уже с правильной техникой, с прочувствованием именно той целевой мышцы, на которой вы совершаете работу. Вот как-то так. Сразу чувствуется, что работает и средняя часть дельта. То есть, я стараюсь максимально, ну, в общем, такой техники придерживаться, чтобы локоть был выше кисти, выпильная часть ладони, и у нас поднимался вверх большой палец, как бы к низу. То есть, небольшая ротация такая, плечевого сустава позволит иметь ключи среднюю грифтуру и немножечко сзади. А сколько обычных упражнений делать на одну группу мышц? Ну, на одну мышечную группу, ну, опять-таки, в зависимости от размера, да, то есть, если это какой-нибудь бицепс, то смысла утомлять его там в 7-8 упражнениях просто нет. Ну, если это спина, какие-то грудные мышцы, вот опять-таки дельты, то минимум 5, максимум где-то 7 упражнений. Все в диапазоне там 4-5 подходов, включая разминочные. Что касается мелких мышечных групп, более мелких там, трицепс, бицепс плеча, то там достаточно будет и там 4-5 упражнений. Больше не делаю. Следующее упражнение, следующее тоже будет отведение плеча, ну, уже в наклоне, ну, в данном случае сидель я сделаю на задний пучок дельтовидной мышцы. То есть, он у меня, ну, так же, наверное, как и у многих, является отстающим. Вот. Ну, вот, как я уже говорил, в мансфизике очень важно вот это вот положение сбоку, чтобы плечо именно вот было похоже на дельту, да, сверху. Ровно. Такой треугольник. Здесь вес чуть меньше. Начну с 12-ти килограмм. В принципе, очень много в этом упражнении. Ну, и вообще, именно вот упражнение отведения плеча, его можно делать как в кроссовере, так и с гантелями, как сидя, так и просто в наклоне. Но вообще арсенал упражнений на заднюю дельту не очень велик. То есть, мне многие спрашивают, вот, подскажите, пожалуйста, какое-нибудь упражнение на заднюю дельту. То есть, тренажеров на самом деле мало на нее. Вот. Упражнение со свободными весами тоже. Ну, вот, как бы, да? Все знают основные функции его. Отведение плеча и вращение назад. Ну, вот, здесь, опять-таки, просто вот по биомеханике, какие движения? Опять-таки, отведение, какие-то тяги с верхнего блока там. Вот, мне очень нравится упражнение с верхнего блока, чуть в наклоне назад, с канатом, делаю отводящее движение. То есть, в этом упражнении важно канат именно вот разводить в стороны, а не тянуть к себе, чтобы максимально исключить бицепс из работы. То есть, ну, произвести отведение плеча. Но в то же время немножко округлить спину, чтобы исключить работу трапеции. То есть, просто можно отвести плечо, а можно свести лопатку. И тогда более большая мышца, соответственно, забирает нагрузку. В данном упражнении на заднюю часть дельты я стараюсь сделать повторение чуть больше, потому что если взять больший вес, меньше чувствуешь мышцу, начинает включаться широчайшая. А если взять вес поменьше, но сделать чуть больше повторов, то можно дойти вот до этого ощущения сжения, до ощущения проработки мышцы. Субтитры добавил DimaTorzok Ну, что касается соревнований, да, позирования по масс-физик, там также оценивается, ну, вот, такой нюанс, что там есть категории деления, да, по весу, по росту. По официальной федерации, там, ФБФР нашей, еще есть такое отделение по весу. То есть, это, ну, в моей весовой категории, в моей ростовой категории до 178 сантиметров, я 177, у меня рост минус 100 плюс 3, да, то есть на сцене я могу выйти максимум 80 килограмм. То есть, ну, соответственно, те, кто выше ростом, там, у них уже плюс 4, там, плюс 5, может быть, вот, и так далее. И вот в этих границах, там, метр 77-80 килограмм, нужно делать максимально эстетичное, да, пропорциональное тело. И в этих четырех незамысловатых позах максимально показать все, к чему ты готовился, вот эти годы тренировок, да, максимально показать свои объемы, свою эстетику, пропорции. Ну, вот, допустим, тоже, скорее всего, может быть, ребята, кто захотят, там, этим заниматься. На самом деле, мэнс физик очень становится популярным, потому что, как бы, ну, это такой спорт для всех, да, каждый парень, там, мало кто хотел бы выглядеть, да, как там, какой-нибудь экстремальный бодибилдер с гигантскими объемами, там, и так далее. А вот выглядеть как мэнс физик, как эстетичным, проработанным, там, с кубиками, с красивыми дельтами, с рельефными бицепсами, там. Да, хотелось бы, я думаю, каждому парню, каждому, кто приходит в зал, и это вот именно такой идеал фигуры, да, будем говорить так. Даже вот ко мне многие приходят, да, ребята, там, я хочу накачаться, но я не хочу быть огромным. Все, на самом деле, все всегда делают пометку, что я не хочу перекачаться, я не хочу быть огромным, да. И вот, как раз-таки, вот, мэнс физик именно вот к этому и стремится. Ты не должен быть огромным, ты должен быть эстетичным, ты должен быть сухим, в меру сухим, да, не таким, что прям, там, ягодицы секлись, да, сепарация была видна, ну, а таким, в меру сухим, чтобы мышцы были очерчены. Вот, в принципе. Ну, и что касается позирования, я уже говорил, выступал не раз, поэтому, в принципе, знаю, на этом многое, многое завязано на позировании. Бывает, выходит парень, да, вот, я в Москве даже выступал, парни все, в принципе, вот, за кулисами прям захожу, все огромные. Причем там не было деления по весу, а я готовился в правилах, я как бы этого не знал, в положении это не указали. Я как бы, ну, не было у меня контакта, чтобы с кем-то связаться, уточнить, поэтому я готовился прямо в правилах. Я был метр семьдесят семь, восемьдесят килограмм, я сушился, приехал, а там все какие-то просто вот нереальных размеров, огромные, души все меня на голову, все с широченными плечами, но сразу я заметил, что многие из них прям вот, ну, недоведенные. То есть, пресс какой-то еле-еле видно, но все прям действительно объемные, красавцы, парни. Данные у всех есть узкие талии, широкие плечи. Ну, я сразу, сразу вот было понятно, что они все, ну, никак не в правилах. То есть, они не соответствуют вот этим стандартам, рост минус сто, там, плюс три-четыре килограмма. Вот, ну, тем не менее, на сцене, как бы, действительно, да, вот, за кулисами казалось, что вообще, что я здесь делаю, да, я приехал, вообще какой-то плоский там. Но на сцене, действительно, я казался объемнее, я казался больше, хотя и самый низкий, наверное, там был из всех ребят. Вот, ну, казалось проработание, вот как раз-таки в жюри там были и Денис Гусев, и, наверное, мне кажется, вот именно на него, может быть, и ориентировались. То есть, я после, после выступления даже мне удалось с ним поговорить, причем в такой, в абсолютной, там, дружеской манере, без всяких этих, без всяких париков. Просто подошел, говоря, Денис, так, да, ну, что скажу по поводу формы, да, к чему стремиться. И, причем, он сказал мне такую фразу, что, вот, объемов, объемов достаточно, ты уже большой, работай над качеством. Там, качество тебе еще делать и делать, а объемов, в принципе, достаточно. Сейчас я, грубо говоря, к этому и стремлюсь. Я не стремлюсь, там, набрать 90, потом сушиться, до изнеможения скидывать десятку. То есть, мне это не нужно. То есть, я хочу достичь именно той формы, чтобы, вот, просто, вот, проснулся, да, там, идешь, ты по улице, снял майку, вышел на сцену, и ты уже мог выиграть. То есть, стараться максимально долго сохранять эту форму, чтобы не два-три дня, там, ходить сухим рельефным, а чтобы по жизни быть неким. Чтобы всегда, в любое время года, там, ты мог выйти на сцену, там, показать свой рельефный пресс, показать свои округлые дельты, показать свой, там, сученый трицепс, да, вот. К этому, как бы, стремится каждый, да, чтобы, как бы, не просто, там, да, есть, там, нюансы, когда ты на соревнованиях, там, подводишься, там, ну, какие-то тонкие нюансы, чтобы, там, более, там, сократить процент подкожного жира в области талии, там, более, там, протянутые икры сделать. Добавить, добавить объемов, но, в целом, всегда быть в форме, на самом деле, основная материя. Причем, как, как тренер, как, вступающий спортсмен, как, как пример для всех, кто у меня занимается, я всегда стараюсь выглядеть хорошо. То есть, нет таких периодов, когда я выходил, там, жирные залиты, без пресса, с животом, да, я всегда, у меня всегда, в принципе, вот сейчас, как я уже говорил, у меня период подготовки, ну, у меня, в принципе, точнее, подготовка еще не началась, но процент подкожного жира, ну, да, он есть, но он достаточно незначительный, пресс, в принципе, хорошо очерчен, видно с четырех сторон каждую мышцу, в принципе, все, как и должно быть на масс-визи, ну, вот даже вены, чуть-чуть видно на животе, в принципе, это тоже хорошо. То есть, процент подкожного жира у меня где-то сейчас в районе 11,5 от общей массы, 11,5 процентов. В принципе, все, о чем я хотел сегодня вам рассказать, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал Большая Банка, ставьте лайки, увидимся, друзья.